МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В Караганде 16 семей получили новое жилье. Ключи от квартиры вручил Акимгорода Нурлана Убакиров. Радостное событие состоялось в канун празднования Дня Конституции. Два человека погибли и четверо получили травмы различной степени тяжести в результате автомобильной аварии, которая произошла 3 сентября на автодороге Караганда-Тимиртау. Лучшие сержанты и офицеры Национальной гвардии собрались в Караганде. Во дворце горняков прошла ежегодная церемония награждения победителей боевого состязания Национальной гвардии. Обо всем более подробно. В Караганде 16 семей получили новое жилье. Ключи от квартир вручил Акимгорода Нурлан Аубакиров. Радостное событие состоялось в канун празднования Дня Конституции. На заме Куат Ахметовы одни из 16 счастливчиков, получивших ключи от новых квартир. Пара сочеталась с браком всего три года назад. Однако глава семейства стоял в очереди на получение жилья еще с 2007 года. Эта радость для Читы Ахметовых долгожданная. В преддверии Дня Конституции Акимгорода Нурлан Аубакиров лично вручил им ключи от новой квартиры. До этого молодая семья проживала в сортировке. Женщина признается, что от счастья не смогла сдержать слез. Я очень рада. Мы этого долго ждали. Я настолько счастлива, что прослезилась. Квартира нам с мужем понравилась. Я слышала, что арендная плата составит всего 10 тысяч тенге в месяц. Мы сможем это осилить. Кроме Ахметовых, арендное жилье получили еще 15 человек. Это дети-сироты, госслужащие, бюджетники, а также многодетные семьи и военные. Пятиэтажный дом на 60 квартир был ввезен в эксплуатацию в рамках программы «Нурложер». Примечательно, что до конца года по программе жилищного строительства в Караганде сдадут под ключ еще 325 квартир. Два человека погибли и четверо получили травмы различной степени тяжести в результате автомобильной аварии, которая произошла 3 сентября на автодороге Караганда-Цимиртау. Как сообщает пресс-служба областного ДВД, по предварительным данным, 62-летний водитель автомашины Toyota Land Cruiser, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомашиной Чанган, который управлял 27-летний водитель. После чего автомашина-внедорожник совершил касательное столкновение с двумя автомобилями «Газель». В результате ДТП водитель автомашины Чанган и его 34-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. Факт дорожно-транспортного происшествия зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования. Назначен комплекс соответствующих экспертиз. По окончании будет принято процессуальное решение. Безопасность детей и подростков не только на улице, но и в школах города. Этой теме была посвящена встреча директоров карагандинских школ с руководителями Юго-Восточного отдела полиции. В областном центре проводится сразу два профилактических мероприятия. Внимание, дети и подросток. Профилактика и пресечение преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Этой теме была посвящена встреча полицейских и руководителей учебных заведений города. Не меньшее внимание обратили и на защиту детей от посягательств злоумышленников. Особенно вот этот вопиющий факт, прозрачный деятель сексуального праздника в отношении совершенной отец. Средняя школа номер 44, да? Есть 44 школа, да? Сейчас департамент внутреннего дела проводит расследование. Причины совершения таких последований, конечно, для меня непонятны. Почему так происходит, от чего так все это у нас? Жанна Расимбайна, вроде бы я от вас... Жанна Расимбайна, да? Да, да. Вроде от вас мы получаем некоторые информационные письма. Да. Я вижу, что работа проводится. Педагоги, в свою очередь, отметили, что необходимо изменить маршруты патрулирования полицейских с тем, чтобы места отдыха горожан всегда находились под наблюдением. Даже вот недавно только мы обнаружили, там сидели люди, прям не уходили. Я уже позвонила участковому, к сожалению, он был занят. Обещал, что придут, посмотрят, что с ними проведут беседу. То есть, парковая зона, нам нужно, чтобы в этой парковой зоне было освещение. И мы запрашивать писали несколько раз писем, чтобы патрульная машина, особенно в вечернее время, делала обход этого парка, потому что там все дети и взрослые собираются. В это же время полицейские провели акцию, направленную на профилактику краж в общественном транспорте. Стражи порядка отмечают, что большое количество краж происходит в общественном месте в часы пик. Воры-карманники пользуются невнимательностью граждан, что приводит к хищению личного имущества. Полицейские призывают жителей города внимательно относиться к своему имуществу и проявлять бдительность. В случае обнаружения кражи, безотлагательно позвонить по номеру 102 в дежурную часть УВД Караганды. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. Медицинское страхование как гарантия высшего медицинского обслуживания. О преимуществах обязательного медицинского страхования рассказала директор городского центра первичной медико-санитарной помощи Татьяна Баширова. В Казахстане практическая работа по внедрению системы обязательного медицинского страхования началась с 1 июля прошлого года. Был создан фонд социального медицинского страхования в форме акционерного общества, единственным учредителем которого является правительство Республики Казахстан. С 1 июля 2017 года работодатели уже начали делать отчисления за своих сотрудников. Несмотря на это, у населения все еще есть множество вопросов касательно данной темы. Все преимущества обязательного медицинского страхования разъяснила директор городского центра первичной медико-санитарной помощи Татьяна Баширова. Она отмечает, что система страхования позволит гражданам Казахстана получать широкий спектр медицинских услуг во всех учреждениях. Ну вот как раз участник может рассчитывать на большой, расширенный объем гарантированной бесплатной медицинской помощи. А незастрахованный человек может рассчитывать на меньший объем. Это фактически объем, который касается оказания экстренной, неотложной помощи, касается работы скорой помощи. Но сейчас каждый гражданин должен понять, что если он хочет рассчитывать на большой объем гарантийной помощи, так скажем, расширенный объем, он должен застраховаться. Фонд медицинского страхования не является накопительным. На средства фонда планируется улучшить материально-технические базы больниц и приобрести современное оборудование. Вседорогостоящие операции, включая пересадку органов и кардиохирургию, будут осуществляться за счет средств фонда. В городском центре первичной медико-санитарной помощи уже начали разъяснительно-агитоционную работу среди горожан, прикрепленных за данным центром. Таких свыше 90 тысяч. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 3 сентября со станции Караганда на помощь людям отправился медицинский поезд «Саламат-Казахстан». В течение трех месяцев он будет курсировать по отдаленным железнодорожным станциям Казахстана и принимать сельских пациентов. Глубоко вдохнули, не дышим. Необходимую помощь пациентам будут оказывать квалифицированные врачи. Жители станции получат высококвалифицированную медицинскую помощь, включая проведение малых хирургических операций, а также качественное стоматологическое лечение. Поезд оснащен современным диагностическим оборудованием. Планируется охват 57 станций отдаленных районов Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской и Кустанайской областей. Стоит отметить, что впервые проект «Медицинские поезда» стартовал в 2010 году. Специалистами обследовано около 400 тысяч казахстанцев. При этом общее количество врачебных посещений составило около 2,5 миллиона. Лучшие сержанты и офицеры Национальной гвардии собрались в Караганде. Во Дворце горняков прошла ежегодная церемония награждения победителей боевого состязания Национальной гвардии. В масштабном мероприятии приняли участие военнослужащие подразделения Центрального регионального округа. В номинации «Лучший стрелок Снакер» признан старший сержант Сайбабаев Дорога. Выбрать лучших из лучших по итогам служебной боевой деятельности стало традицией. Военнослужащие Национальной гвардии, показавшие высокий уровень профессионализма, были номинированы по 18 различным направлениям боевой деятельности. В торжественном мероприятии принял участие заместитель главнокомандующего Национальной гвардии генерал-майор Мухаммед Калисатов. В честовании принимают участие не только руководство войск Национальной гвардии региональных конверталов, но также принимают все силовые структуры. Это комитет национальной безопасности, департамент уголовно-полаганской системы, департамент внутренних дел, департамент по чрезвычайным ситуациям. То есть, вот это совместно такое мероприятие очень хорошее, я считаю, оно послужит хорошим посылом для других, в том числе, организаций, для того, чтобы именно честить лучших и лучших, в первую очередь, патриотов своей страны, профессионалов своего дела, и это послужит хорошим уроком для того, чтобы непосредственно наша молодежь стремила защищать свою роль, защищать его отечество. За звание лучшего в своем деле боролись военнослужащие из разных подразделений, расположенных в четырех областях страны. Коротко о том, по каким критериям оценивалась деятельность военнослужащих, рассказал майор Тимур Рахимов. Здесь проверяют наши знания, проводят зачеты, сдаем зачеты по огневой подготовке, сдаем зачеты по знанию руководящих документов, нормативно-правых актов, законов Республики Астан, в том числе и Конституции, соответственно. Победителем одной из главных номинаций, воин-профессионал, стал майор Ануарбек Нурмухамбетов. Командир батальона отмечает, что стремится также обучить и воспитать личный состав. По сегодняшнему дню я благодарен своим командирам, наставникам, что меня на эту номинацию направили, и я в будущем никогда их не подведу, достойно буду служить, тем самым наращивать свои профессиональные навыки, воспитывать, обучать молодых солдат, военнослужащих по контракту и офицеров. Награждение победителей конкурса состоялось в рамках учебно-методических сборов, которые проходят в эти дни в региональном командовании Орталык. В череде мероприятий запланировано проведение различных семинаров, тренингов и круглых столов. А 5 сентября в войсковой части 6505 впервые состоится онлайн-встреча военнослужащих срочной службы со своими родителями. Андрей Тенаманкужанов, Андрей Тимофеев, Первый Каргандинский. Мы продолжаем цикл репортажей о сакральных местах Казахстана. Сегодня мы расскажем об уникальных тургайских геоглифах, обнаруженных в Амангельзинском районе. Их возраст от 8 до 12 тысяч лет. Это угол Маштагайского квадрата. А южный, он юго-восточный угол. Отсюда начинается, вот в стороны пошли насыпи и по диагонали в центр. Дмитрий Дэй рассказывает об Уштагайском квадрате, древнему геоглифу в Тургайской степи, который был открыт больше 10 лет. Земляные насыпи сейчас практически не видны, а больше 8 тысяч лет они были заметны издалека. Всего исследователи обнаружили 85 геоглифов, линий, крестов, колец, но только одним из самых больших геоглифов считается равносторонний Уштагайский квадрат. Его территория 11 футбольных полей, а это 8 гектаров. По мнению Дмитрия Дэя, геоглифы могут принести Казахстану не только известность, но и деньги. Это дает нам возможность большую для развития туризма, для привлекательности Казахстана во всем мире, как некой, вот как Египет. Уберите оттуда историю, древнюю историю древнего Египта, и останутся только морские побережья. Чем будут отличаться от Туниса, например, от Алжира или от других африканских государств, где тоже есть песчаные пляжи, тоже есть курорты неплохие, но мы знаем Египет, он более ценный в своей истории древней. Вот здесь древняя история, очень интересная история, очень ценная, оказавшая огромное влияние на всю мировую историю. Уже сейчас на Уштагайский квадрат приезжают туристы. Зачастую это эзотерики. Антонида Храпкина приехала на геоглиф впервые. Она считает, что Уштагайский квадрат – это источник силы, а впитывать энергию места нужно лёжа. Алёна Гаврилова себя к эзотерикам не относит. Девушке просто захотелось увидеть уникальное место. Но и она смогла по-своему его прочувствовать. При этом до сих пор причина появления геоглифов в Кустанайской области неизвестна. Есть только гипотезы. К примеру, о том, что благодаря земляным холмам человек в древности наблюдал за солнцем и благодаря этому мог планировать свою жизнь. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Караганду вернулись призёры азиатских игр. На пресс-конференции журналистам удалось пообщаться с чемпионом азиады, самбистом Багланом Ибрагимом и дзюдоистом Жансаёй Смогуловым, завоевавшим серебро. Вырвал победу со сломанным носом. Так теперь говорят о самбисте Баглане Ибрагиме. Наш прославленный земляк принёс Казахстану 12-е золото азиатских игр. В финале Баглан встретился с представителем Монголии. Их противостояние завершилось со счётом 4-0 в пользу казахстанца. Примечательно, что ранее спортсмен из Монголии одолел другого казахстанца Биембета Канжанова. Победа Баглана Ибрагима стала настоящим успехом. Самбист признаётся, что все поединки дались ему нелегко. После первой схватки спортсмен выступал со сломанным носом. Все схватки были сложными. Я выступал со сломанным носом, но это не помешало мне выиграть золото. Теперь меня ждёт чемпионат мира в Румынии. Он состоится уже в ноябре, поэтому я продолжу упорные тренировки. Отличились и казахстанские дзюдоисты. Они завоевали серебро азиады в командном зачёте, уступив лишь японцам. Среди них и наш земляк Жансай Смогулов. Спортсмен готовился к азиатским играм около года, поэтому карагандинца серебро не могло не расстроить. Однако Жандос относится к этому по-философски. Мол, на татаме всё бывает – и победы, и поражения. У знаменитого дзюдоиста множество планов. На первом месте подготовка к чемпионату мира. Впереди чемпионат мира в Баку. Нужно упорно готовиться. Но главная цель, несомненно, – Олимпийские игры. Надеюсь, наша команда выступит достойно. Стоит напомнить, что в медальном зачёте по итогам азиатских игр Казахстан занимает 9-е место. В тройке лидеров – Китай, Япония и Южная Корея. Всего отечественные спортсмены завоевали 76 медалей. Токжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И ещё об одном. В социальных сетях по мессенджеру WhatsApp распространяется информация о том, что 5 и 6 сентября в связи с приездом президента будут перекрыты дороги. Областной департамент внутренних дел сообщает, что данная информация не соответствует действительности. В полиции заявили, что при передвижениях кортежа ограничения будут минимизированы и не отразятся на планах карагандинцев и гостей города. Полицейские также напоминают, что за распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникации предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 Уголовного кодекса. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!